Мстители 3 Война Бесконечности В этом не всегда, но сценаристы пытались адаптировать канон из комиксов, созданных такими замечательными авторами как Джек Керби, Стэн Ли, Стив Дитко, Дон Хэг, Дэн Абнет и другие авторы, художники и редакторы комиксов в разные годы. И сделано это было выше разных похвал. А если это не нравится разным хейтерам от Джуква до святых русского ютуба, кинокоса и киномиру, то делают они это кто-то от зависти и тщеславия, а кто-то для зарабатывания бабла. На том, что они сами никогда не сделают и не снимут. Но можно неплохо потроллиться, но да бог с ними, при этом я уверен, они знают про художественный вымысел и про фантастические допущения. Другой вопрос про сюжетные дыры или грубейшие нарушения, когда выдуманный мир нарушает свои же законы физики, что и происходит в мире человека-муравья, который хоть и уменьшается вследствие сокращения химических связей между элементами, но при этом якобы сохраняет свой вес. Но если так, то он седлая муравья должен был вбить его своим весом в грунт по самое не хочу, а то и глупше, а не разъезжать на нем как заправский гусар. А если Человек-муравей при уменьшении не сохраняет свой вес, то зачем показывать как ломается плитка или от его удара отлетает охранник. Поэтому в моем личном рейтинге по вселенной Марвел Человек-муравей и Человек-муравей и Оса, извините за тавтологию, делят последнее место по сюжетной составляющей фильма. Так как именно на уменьшении роста и построен сюжет этих кинокартин. При этом я принимаю эти условности, так как хочу насладиться фильмом, не вникая в законы физики вымышленной вселенной. Я понимаю, что это развлекательный, приключенческий и фантастический фильм с отличным визуальным рядом, с восхитительными спецэффектами и классной музыкой. Кстати, а известно ли вам, что всю музыку Мстителем 3 Войны Бесконечности написал один композитор Алан Энтони Сильвестер? Его фильмография впечатляет, чего только стоят такие фильмы, которым он написал музыку, Назад Будущее, Хищник, Форрест Гамп и другие не менее достойные фильмы. В одной статье я посмотрел видео, где автор ругает Мстители 3 за излишнюю графическую составляющую фильма, а именно за перенасыщенность спецэффектами экипировки Мстителей и за повсеместное использование хромакея, что от кино в фильме мало что осталось. И это уже скорее кинематографичный мультфильм. Действительно, в фильме не просто много графики, а все кадры на постпродакшн подверглись компьютерной обработке и две студии по визуальным эффектам, а именно Framesore, британская компания и U8 Tadjigital выпустили ролики по созданию и обработке кадров и как наносили слои изображения в реальном времени. Конечно же их было намного больше, только официально на Википедии 10 студий по CGI графике, визуальным и звуковым эффектам, 3D анимация, разнообразный компьютерный дизайн и бог не знает что еще, но отметьте стоит три из них, это уже озвученная ранее Framesore, британская компания основана на Chancery Lane в Лондоне, впечатляющая фильмография, в своем активе имеет не один Оскар за лучшие визуальные эффекты, а также скандальная реклама для компании Galaxy за создание образа, фотореалистичный Одри Хэббар. Реклама привлекла внимание прессы как передовым технологиям, так и критическим последствиям посмертного использования подобию человека в коммерческих целях. Industrial Light & Magic американская компания основана Джорджем Лукасом в мае 1975 года в качестве замены закрывшемуся отделу студии 20-й век Fox, который должен был работать над фильмом «Звездные войны» эпизод 4 «Новая надежда». На Вики перечислено только 16 пунктов, что эта компания сделала впервые, а также после своего образования в 1975 году в их активе около 300 фильмов с их участием, в том числе такие известные как «Трансформеры», «Гарри Поттер», «Парк Юрского периода», «Индиана Джонс» «Все части», «Звездные войны», «Все части». Уэйта Джигитл – компания, занимающаяся производством визуальных эффектов и компьютерной анимацией для кино и телевидения, была основана в Велингтоне «Новая Зеландия» в 1993 году Питером Джексоном. Уэйта Джигитл создала ряд пользовательских внутренних частных программ, что дало им возможность добиться новаторских визуальных эффектов. Масштаб сражений, необходимый для трилогии «Властелин колец», привел к созданию программы «Массив», которая позволила анимировать огромное количество агентов, независимых символов, действующих на основе заданных правил. В фильме «Кинг-Гонг» для создания Нью-Йорка 1933 года создали «Сити-Бот», используя который удалось построить город на покадровой основе. Также Уэйта Джигитл завоевала награды за визуальные эффекты для Питера Джексона и его трилогии «Властелин колец «Братство кольца» 2001 год, «Пластелин колец 2 крепости» 2002, «Пластелин колец возвращение короля» 2003. Два года спустя Уэйта Джигитл выиграла еще один Оскар за фильм «Кинг-Конг» 2009-м, завоевала Оскар за Аватар. Как видим, на создание эффекта бросили все силы и немалую долю бюджета и наняли профессиональные студии, лидирующие в создании визуальных эффектов, и это принесло свой результат в виде 2 миллиардов долларов по кассовым сборам во всем мире. И спецэффекты, на мой взгляд, вышли потрясающие и восхитительные, если понимаете, о чем я. Немного о юморе Есть люди, которые не понимают шуток вообще в данной кинокартине, но при этом и есть юмор, который не поймем и мы, как жители Европы или стран бывшего СНГ. В первую очередь вся франшиза снималась для жителей Соединенных Штатов Америки, так как именно там развита индустрия комиксов и в некоторых моментах юмор понятен только им. Мы же, не проживая там и не вписываясь в их социум, можем и не понять некоторых специфических пунктов в данной кинофраншизе. Ну и конечно перевод не всегда точен, чтобы передать комизм ситуации. Заодно разъясню немного за Дракса, в моменте, где он изображает невидимость, на мой взгляд это отсылка ко всем тем, кто жует орешки, поглощает попкорн, пьет напитки при просмотре кинофильма. Им, как и Драксу кажется, что их не слышно и не видно. Ты серьезно? Я овладел способностью стоять настолько недвижимо, что становлюсь незримым для глаз. Вот. Ты же хрустишь орешками. Неторопливо, плавно, совершенно незаметно. Для любителей безумных теорий у меня есть одно предположение насчет концовки Мстителей 4 финал. Окажется, что на Таноса все это время влиял камень разума и он очень горько сожалеет об этом, но изменить уже ничего нельзя, но Мстители с ним не согласны и отправляются в прошлое, предположительно в 43 год. Заодно это объясняет видение Стива Роджерса о встрече с Пегги Картер из Эры Альтрона. По одной из теорий он видел будущее прошлого, как-то так. Там же в 43 году они уничтожат скорее всего Тессеракт, не исключено, что и камень разума. От взрыва пойдет волна. Поразит излучением не всех, но многих людей на земле. И таким образом ведут во вселенную Людей Икс. Но не зря же студию Фокс покупали. В кадрах после титров покажут маленького магнета, ломающего ворота концлагеря Аушвиц. Ни в коем случае не претендую на теорию. Тут объединены как минимум три предположения о концовке Мстителей 4 Финал, виденные мной на разных каналах Ютуб. Оставляйте комментарии, ставьте лайки и дизлайки, но в первую очередь берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok